Добрый вечер, дорогие друзья. Дайте мне обратную связь, пожалуйста, как меня слышно. Спасибо, Олег. Свои моральные и физические силы, чтобы идти дальше. Впереди опять такое бурное время. Это практически новости, друзья. Значит, я больше о себе, чем о Скайвее, потому что в Скайвее надо все больше и больше осторожно относиться к этому имени. Спасибо, Олег. Как быстро они произойдут, пока не совсем известно, потому что тут много таких, скажем, вещей, о которых нельзя говорить, да и не знаю я об этом. Так, вот. Буду говорить откровенно. Там, где можно, я буду что-то предполагать. Где нельзя, вообще лучше не предполагать. Я сегодня получил взбучку от Алексея Дьякова. В хорошем смысле это слово. По-товарищески. Алексей, ты мне извини. Значит, он сказал, что там вроде бы, скажем так, ну, получается иногда так, что я по-дурацки выгляжу, когда я что-то говорю, и потом это оказывается иначе. Это касалось и, значит, арабских стран. Я потом очень коротко скажу, не в порядке оправдания или еще чего-то. Просто для того, чтобы вы понимали, почему иногда кто-то что-то говорит. В первую очередь я. Для дальнейшего. Скорее всего, я опять, Алексей, обещаю, но я так уверен, что мы уже к этому вот-вот-вот подошли. Форма этого вебинара будет меняться. Вот. Я не берусь сейчас точно утверждать, я уже неоднократно об этом говорил. Пока остается еще раз в две недели. Дальше просто вот когда созреет возможность, возможность именно, поймите правильно, я не обещаю, я говорю о том, что подготовка идет, но все должно созреть. Когда возникнет возможность перейти и финансировать не средства, значит, каких-то там потоков, да, а именно и средства фонда, финансировать обучение, тогда мы на него и перейдем. Но это должно созреть. Поэтому все в свое время. К этому обязывает уже очень многое. То, во-первых, что мы на 13 этап заканчиваем, переходим на предпоследний, скажем, ну, на финишную прямую этого марафона, первой части или первой фазы марафона. Вот. Дальше уже начинается более интересное путешествие, хотя и первые, первые, да, были первая фаза, тоже очень интересно. И у нее еще долго мы будем о ней говорить, вспоминать, и это история, которую мы с вами делаем, друзья. Поэтому хотелось бы, ну, вот здесь я просто обращаю ваше внимание на это. Теперь, что дальше? Смотрите, дорогие друзья, я начну с того, что я поставил на первое место сегодня вопросы. Вопросы. Вопросы есть, вопросы проливают свет. У всех, значит, ничего особо нового мне вам не могу сказать, кроме того, что я скажу, отвечая на вопросы. И кое-что еще покажу, значит, для разъяснения там. Согласно вопросам, согласно пониманию то, к чему мы идем. Там много чего есть. Вот. Теперь смотрим дальше. Вопросы. Начинаю прямо с них. Тот редкий случай, когда смотрю бинар онлайн. Да, Петер? Значит, смотрите, Максим. Не знаю, какой Максим задает, когда можно будет купить Skyway Global Token простым инвесторам, инвесторам, как я. Да. Ну, не знаю, насколько вы простой инвестор, Максим. Если вы, скажем, инвестор, который имеет уже портфель, вы не простой инвестор, вы уже имеете определенные привилегии, и вам об этом будет сказано, когда что вы можете сделать. Будут, если вы посмотрите, а посмотрите, пожалуйста, и это всех касается, посмотрите, пожалуйста, тут телефон у меня умничает. Значит, посмотрите, пожалуйста, белый лист. Там есть, ну, возможность понять, как будет осуществляться или путевая карта и что будет происходить, или вернее, как предполагается процесс до 1 июля следующего года. Пока ничего конкретно не сделано, но я так догадываюсь, догадываюсь, я не знаю, я никому не смог задать этот вопрос, потому что не до этого пока, вот, как вы знаете, очень важные процессы происходили и происходят в Объединенных Арабских Эмиратах в Шарже и в Абудабе, вот, и поэтому особо никого дергать нельзя и, ну, ни к чему. Но вопрос в том, что, значит, в ближайшее время будут происходить определенные изменения, и это, естественно, будет влиять на то, что, значит, и дальше пойдет процесс так называемых предварительных размещений токенов. Там надо многое посчитать, понимаете, это же просто так нельзя, я хочу, или там Юницкий захотел, или еще что-то, это должны он сам, его специалисты должны посчитать, а что, как, по какой цене и как предлагать в этом самом, этих самых токенах, на что обменивать и так далее. Вот, потому что фактически там представлено на белом white paper, представлено, что должны быть размещения для сбора денежных средств, то есть инвестиции в проект. Я сейчас на скидку не помню, я, к сожалению, не посмотрел сегодня, уже давно не смотрел, кстати, белый лист, значит, какие там суммы, ну, там было, значит, под сотню миллионов сбор первыми двумя, как бы, заходами. Там, по-моему, 50-60 миллионов и так далее. То есть значительно больше, чем этап, вот, по токенам. По токенам значительно больше, чем на этапе обычного инвестирования с залоговыми акциями, за счет залоговых акций. Вот, поэтому будет объявлено, и больше я тут ничего не могу иметь, будет добавлена возможность приобретения обычной банковской карты. Не знаю, скорее всего, должно бы быть, логично, что должно быть, вопрос только в другом, как это юридически будет оформляться, или как это юридически можно будет сделать. Вот, обычно это используется криптовалюта или же обмен, но обмен, он опять, я говорю, он денег не дает, и поэтому, скорее всего, будет возможность такая. Это мое предположение, но не утверждение. Эрген, уже ноябрь заканчивается, когда решится вопрос по инвесторам 75+. Дорогие друзья, я точно так же пока вопрос, как бы, точно не могу вам сказать, потому что я не знаю. Во-первых, во-вторых, просто как вот попугай обязан вам, или могу вам повторить то, что я уже говорил, что Skyway Capital, как он пока называется, отоправил в головную компанию свои предложения, но, видать, им надо там больше посчитать, разобраться, да и, боюсь, что и времени у них особо там не было для этого, поэтому будет. Ноябрь заканчивается, еще не закончился, еще этап не закончился. Я так думаю, или я так, скажем, могу предположить, что, скорее всего, надо связывать с началом следующего этапа. Вот, Зула, здравствуйте, у меня вопрос, когда ожидать первой выплаты дивидендов? Ну, Зула, я уже неоднократно это говорил, но что я вам сейчас скажу? Мне ничего тогда добавить нельзя, ну, не могу я добавить, потому что, откуда я знаю, когда это будет? Это, скорее всего, будет тогда, когда будут средства, средства на выплату дивидендов у компании Global Transport Investment. У владельца технологий, который, как бы, распределяет свою прибыль, и он выделит средства для Евразии, Дарьевской Авиэсистем Холдинг, всех компаний, а те, соответственно, распределят средства своим компаниям. Поэтому, когда это будет, я не знаю, но я вам на прошлом вебинаре говорил, и вам в том числе, Зула, что каковы источники, вот, из этого надо исходить. Источники пока не работают, блокчейн-платформа работает пока? Нет, не работает, источника нет. Мы строим что-то, откуда поступают большие инвестиции за счет строительства. То есть, уже получили прибыль или нет? Нет, пока еще не получили. Есть основное основание полагать, что по результатам 2019 года, на следующий год, когда будет расчет, особых сумм, которые имели бы, ну, как бы, весомое значение, не будет для того, чтобы выплатить и начинать их распределять в Global Transport Investment. Хотя, кто его знает, может быть, будет какой-то крупный инвестор, который инвестирует в проект, и с учетом того, что захочет выкупить что-то, а это прибыль компании. И за счет этой прибыли у компании появится возможность какие-то дивиденды. Но это не логично и экономически не обоснованно. Потому что это повлияет на, скажем, на баланс, с которым надо выходить на IPO. Об этом я еще позже буду говорить. Поэтому, Зулай, я долго отвечаю и конкретно ничего вам не сказал. Но, в принципе, надо понимать, что никто вам этого не скажет, когда будут первые дивиденды. Единственное критерий, который можно сказать, это то, когда будет распределение прибыли. Это значит, когда прибыль будет. Понятно, да? Реальная прибыль, которую можно распределить. Галина Крич, там фамилия была. Почему брали платежную систему Advanced Cash? Это, пожалуйста, к Advanced Cash. Обратитесь, там у них есть проблемы в наших взаимоотношениях. Точно не знаю, что там у них произошло. Вероятно, вернут ее со временем. Как теперь будет называться фонд? Интересный вопрос. Я знаю, откуда ветер дует. Значит, наши, скажем так, коллеги по инвестициям, неважно как. Вот, СВ и Г, компания, значит, они уже объявили то, что с ними было там в Минске, как им было объяснено. Но я вынужден здесь просто сказать, что все те процессы, которые там шли, они подлили масло в огонь. Вот, и головная компания вынуждена сейчас как бы официально начинать, как бы сворачивать использование названия Skyway. Об этом я тоже позже вам объясню. Как теперь будет называться фонд? Я понимаю, что вы имеете в виду фонд Skyway Capital, но будет называться, я вам скажу, как. Вернее, скажу, с чем это связано, чтобы вы понимали. Но об этом будет еще отдельно четкое разъяснение, чтобы мы понимали, что можно использовать. Ведь это не просто меняется имя. Меняется и стратегия использования названий. Если мы этим не будем пользоваться, будут большие неприятности. Я потом объясню. Значит, у всех. И в первую очередь это будет влиять на наши дивиденды, друзья. Когда второй выкуп акций? Я когда вступал, говорили, что через три года дивиденды будут. Ну, это к тому же, что тут уже Зула задавала вопрос. Второй выкуп акций? Ну, не знаю. Как говорится, я хотел кое-что сказать. Ну, вот Алексей меня сегодня отчитал. Я этого не буду говорить. Значит, что мы над этим работаем. Если сложится и юридически это можно будет сделать, одна идея есть. Это связано с фондом кооперации инвесторов и акционеров. Вот. Ну, до этого надо тоже дожить и думать, как это дальше делать. Будет. Выкуп будет. Компания будет тоже покупать. Я уверен, что она будет это делать. Но для этого нельзя. То есть, как только будет внутренний выкуп, пока только был обмен и частичный выкуп. Для этого нужны средства. А средства должны быть заработаны, а не получены откуда-то. Вот в этом весь вопрос. Дальше. Большой вопрос от Вячеслава. И вы догадываетесь, от какого. Значит, все это посвящено все, значит, шесть подвопросов. Седьмой вопрос был от Вячеслава, он был на шесть подвопросов разбит. Я остановлюсь отдельно на этом. Это не является, сегодняшний вебинар не является вебинаром, где мы говорим о наследовании. Но поскольку вот Вячеслава это так сильно задело, я здесь кое-что поясню еще дополнительно. Похоже, он не совсем внимательно слушал или он пытается мне провоцировать. Значит, одно из двух. Презвезды. Я тут редко прошла информация по чатам о смене названий фондов, а именно убрать название скорее, насколько я совершенную. Информация достоверная, я потом еще прокомментирую всем. Хорошо, нет там вопросов. Значит, первый. Пример. Не знаю, какой пример корректно составленный. А, пример текста корректно составленного завещания передачи моих. Ну, его или там чьи-то обеспечительных долей, долей класса А, Евразия, Нарелоскописи, Сенс Холдинг 1, 2, 3. Своим наследникам со всеми моими правьями, связанными с обеспечительными долями, включая право получать всех объявленных дивидендов. Значит, выплаты или распределения капитала и так далее, и так далее. Друзья, все то, что следует за акциями, даже не надо это описывать. Понимаете? Кто обладает акциями или долями, он получает автоматически право получения всех выгод, которые от них следуют. Всех возможностей их использования и так далее, когда они в открытом обороте. Вот и все. Когда они в закрытом обороте, то точно так же, но с определенными ограничениями на счет выхода из ограничений. Но если выплачиваются дивиденды, или вернее есть сумма на дивиденды, дивиденды выплачиваются и еще не выше на IPL, то все равно дивиденды тоже выдаются. Теперь ответ на вопрос, который здесь есть. Значит, достаточно того, чтобы, значит, а, примера такого завещания не будет. Потому что, как только такой пример мы где-то дадим, а в какой-то стране что-то иначе, то у нас будут очень нехорошие лица, вплоть до судебных разбирательств. Поэтому никаких примеров не будет, будут только рекомендации. Не более. Это надо понимать. И все. На этом, как говорится, того рисунка, который я сделал, это вполне достаточно. Итога немножко много, да, если правильно сказать. Меня тоже там пользуются. За что могут за усы взять, я потом покажу, за что. За мои седые. Перехода ко мне права собственности. Теперь выплаты или распределение к выдачу, выплачиваемость. Даты перехода ко мне права собственности. Да, такого примера не будет. С длинным разъяснением. Но с коротким ответом. Надо ли для доли класса А компании, значит, ну вот не надо класса А. Вы скажите мне, есть ли в компании Евразия, НРЭЛСКОМ, КЛАСС Б акции? Нет. Значит, это просто акции или доли. Понимаете? То, что там на некоторых сертификатах или на большинстве сертификатов это написано, ну, это ошибка и это не совсем корректно. Это на мой взгляд. Но это, так говорится, брюстжание Маслова, не более. Поэтому не будем к этому придержаться. Посмотрим суть. Евразия, НРЭЛСКОМ К1, 2, 3, значит, составлять свое отдельное завещание. Нет, отдельного не надо. Делается завещание и в нем разделяются. Евразии, как я там и написал, я потом покажу. Вот здесь, смотрите, значит, здесь очень четко написано. указать, какой из компаний. Если это все три, значит, все три компании указываются. Группа по акции, доле залоговой, которая там есть, по компании первой, по второй отдельно, по третьей отдельно. В одном завещании отдельно завещание делать не надо. Можно ли составить одно завещание на весь личный кабинет со всеми вышедших? Да, в принципе, можно. Все там вещи, то, что вот здесь, например, еще раз покажу. Вот это есть одно завещание. Потом я еще вернусь немножко к этому документу. Какие есть нюансы завещания по странам, например, СМГ? Ну, друзья, есть нюансы завещания, но и в Африке завещание, понимаете? То есть, там написано основные элементы завещания. Но есть нюансы. А к этим основным нюансам относится то, что как правильно он тут дает завещание, кем завещание должно быть заверено. Оно не заверено, оно, или заверено, в принципе, так тоже можно сказать. Оно должно быть заверено нотариусом, который является поверенным нотариусом. Не просто сам себя объявил и говорит, что он дает такие, а он должен быть государственный поверенный нотариус. То есть, иметь государственную лицензию. Государство должно отвечать за то, что то, что подписал нотариус, соответствует действительности. А нотариус всем своим имуществом и своей лицензией отвечает. Там есть определенные даже у него, так называемые, гарантийные суммы. И он нотариусу тоже страхуется от ошибок в денежном выражении. Там есть страховки определенной суммы залоговой и так далее. Вот. Оно должно быть заверено таким нотариусом. Это основное по любой стране. И это будет как бы проверяться, когда будет завещание приходить в компанию, в которой акции или все это находится. Какие еще нужны документы уже наследников для получения наследства? Никаких документов. Единственное, что есть нотариальное, потому что там есть процесс вхождения в право наследования нотариальное, как бы, если было составлено завещание, то завещание и нотариальное подтверждение, что наследник вступил в право наследования. Все. Единственный документ. Ну, естественно, само содержание наследования. Если же не было этого самого наследственного, то есть завещание не было составлено, то тогда, соответственно, там делается там отдельный процесс. Я сейчас долго не буду рассказывать, это будет отдельная вебинар, как здесь в конце и написано. Вот. Кому адрес FIO и так далее в компании Skyway или Capital можно можно обратить за помощью в остальном завещании. Значит, что касается компаний Skyway Capital, скажем так, это не основная задача, но поддерживает своих инвесторов и, ну, как бы, свое сообщество, естественно, и по этим вопросам обращаться ко мне. Моя фамилия Маслов, имя Владимир, отчество Маркович. Можно ко мне обращаться. так, у вас и подумали. Не от меня эти вопросы. Не от меня. Ну, извините, Вячеслав, что не от вас. А вот, например, пенсионерка из России. Ну, ясно. Так, дальше, значит, обратиться за помощью. Сказал, можно ли образец текста такого завещания разместить в личном кабинете? Ну, я, по-моему, здесь уже, вот видите, здесь примерный текст, то есть повторение идет, ловит меня кто-то. Можно ли образец того? Зачем? Вот, скажем, не образец, а основные элементы. Как это дело техники уже на каждом конкретном месте и в каждой конкретной ситуации? Потому что там тысяча и один вопрос может быть. Каждый вопрос отдельный. Нет стандартного завещания, друзья. рекомендации будут и будет рекомендационный вебинар отдельно, где я посвящу целый час только этому вопросу. Вот, ответ на 7, 6 вопросов. Вот, дело в том, что, понимаете, я здесь вот пометил, что залоговые акции одно, другое дело, или же плюс еще есть другое имущество, есть Skyway, Global Token, электронные кошельки и так далее. Это что, не имущество? Это тоже имущество, так? Вы посмотрите, я тут специально немножко раз уже разрисовал нашу схему первую. Есть портфель акций, выписка из регистра, электронный кошелек с токенами, Skyway и Global токенами, личный кабинет, но, кроме того, имущество человека, квартира, автомобиль, это нас не касается, но, тем не менее, всегда срабатывает более-менее вот эта схема. Нотариальное завещание заверено поверенным нотариусом, кому завещаю я или он, извините, Иванов, Петров, Сидоров, перечень того, что завещается, в данном случае, акции, залоговые или доли по номерам в Евразии на РФСИ, так же, как у вас сейчас в регистрах, да, первое, там, без первого, потом Евразия на РФСИ, СХОЛДИНГ 2, потом идет Евразия на РФСИ, СХОЛДИНГ 3, такие-то номера и такие-то номера. Далее, логин личного кабинета и право на его пользование, там оно оговаривается, как его говорить, ну, просто говорится, что право использования этого, код не отмечается пароль, извиняюсь, я это специально говорю, с паролем там другая история, не указывает стоимости акций, это рекомендовал, и вот здесь меня могут за усы взять, сказать, а что это вы людей наводите, это моя рекомендация, потому что, насколько я знаю, в большинстве, и тут можно спорить там с нотариусом и так далее, нет стоимости, это так называемая учетная запись залоговых акций, какова их стоимость будет, рынок покажет, вот когда выйдут они на рынок, это другой вопрос, предположим, какую историю, я, ладно, чуть-чуть отступлю, более подробно сейчас, о чем я собирался там дальше, ну, скажем, когда я буду этот вебинар вести отдельно по залоговым акциям, скажем так, по завещаниям и по этому вопросу, потому что с момента, когда вступает действие завещания на и уже акции выведены, акции в разе на рынке вести холдинга и глобал транспорт инвестмента выведены на биржу, IPO произошло, то там другая история, друзья, вот, и может, может быть, что тогда составлено, не может быть, а тогда составлено уже завещание, там надо будет указывать, а до того момента нет, потому что мы не знаем, какова реальная стоимость будет на этот момент, что точно надо будет, и поэтому здесь с завещанием достаточно, ну, как бы, просто оценить имущество не более чем 100 долларов, вот и все, я не знаю, как она будет стоить, время покажет, а вот уже налоги, там надо будет тогда уже отдельно платить, но это отдельная история, это не касается завещания, это уже отдельная история, поэтому по завещанию еще раз, не оценивать более чем, ну, если хотите, можете 1000 долларов, если вам интереснее, там будет, там на сколько-то рублей, или на сколько-то евро дороже, или долларов дороже, значит, заплатите за, мне один человек, кстати, задавал вопрос, ну, как так, я завещаю 100 долларов, ну, если у вас, вы можете понести расходы, завещайте 10 тысяч долларов, потому что здесь у вас сумма большая, а на сколько будет, я говорю, там, он смотрел, он говорит, ой, а мне надо там, по-моему, на 60 или на 70 евро больше платить, я говорю, заплатите, ничего страшного, зато видите, какое весомое у вас будет завещание, понятно, да, почему я это говорю, потому что нам надо и госпошлину, и нотариальный налог, и нотариусу платить, теперь дальше, а, кроме того, пардон, извиняюсь, заговорил, здесь, кроме того, есть еще, как я уже сказал, электронный кошелек, с этим вообще отдельная история, я даже, если вы мне сегодня задали вопрос, я даже толком не могу сказать, потому что, ну нет, в правовом поле еще нет четких решений, ушел человек, что дальше, завещание не было, это вообще темный лес, понимаете, а если он завещал, то там надо передавать все эти коды, возможности входа, и так далее, это надо в завещании все указывать, или же указать, запечатать, это обычно опечатывается в конверте, и конверт прикладывается к завещанию, с сургучной подписью, и это завещание находится, оригинал у нотариуса, не у человека, который его сделал, это завещание, оригинал, первый экземпляр у нотариуса, и он вскрывается лишь только тогда, когда завещание вступает в силу, понятно, да? Вот единственное, что я могу здесь прокомментировать, так, дальше с квартиры, автомобили, еще там банки, это тоже имущество, которое тоже надо учитывать, причем имущество физического лица или юридического лица, там разницы особо большой нету, оно есть лицо, оно и в Африке лицо. Так, стоп, к вопросам, теперь еще вопрос, восьмой, так все-таки, Skyway Capital будет выходить на арабский рынок? Говорили, что нет, а оказывается, да. Был такой вопрос у нас в чате, мне, значит, ты, Алексей, меня извини, пожалуйста, но я вот вынужден это сказать, значит, дорогие друзья, значит, конечно будет, но не Skyway Capital и не, значит, будет выходить как пропагандист технологии, инновационной технологии современного транспорта или нового транспорта, вот и все. Поэтому, когда все, что я говорил по этому поводу, это касалось строительства и проектов Skyway, и пропаганда этих проектов. Понятно. Поэтому, ну вот получилось ничего страшного, есть что есть, поэтому надо понимать, перевод есть, работать есть с кем, но надо работать очень осторожно, потому что это все чревато. Если кто-то там ошибется, это дорогого будет компании строить. Это мое мнение таково, и поэтому дальше мы посмотрим, что с этим еще будет здесь. Хотя переводы были сделаны и так далее. И переводы, я знал, что перевод делается, но я был вынужден тогда говорить то, что я говорил. Поймите меня правильно, дорогие друзья. Так, теперь дальше. Сошников, не умничайте, пожалуйста, а не проще дарения. Так мы сейчас все начнем с вами друг другу дарить. Дарение является уже чистейшей формой отчуждения. Без возмездного отчуждения. А это нельзя делать. Посмотрите, пожалуйста, учредительные документы. Это нарушение. Если такое кто-то сделает, то это очень штрафуется. Причем, не дай бог, это всплывет при выходе на IPO. Понятно, да? Поэтому я, Валентин, город Дмитров и Вячеслав, я вам просто скажу, что если есть конкретный вопрос, задавайте мне, пожалуйста. Я буду помогать нашим всем инвесторам, акционерам. Вот. Теперь дальше. Что я вам еще хотел, друзья, сказать? Я уже сказал, больше сказать нечего. Я модифицировал, значит, так называемые первые фазы и вторая фаза. Третью я не стал здесь показывать. Для чего я это сделал? Я здесь еще раз, чтобы люди немножко подумали своей головой и разобрались. Здесь есть А, Б и С. То есть, первое, второе и третье. Важное самое на второй фазе, в которую мы подходим с вами. Мы уже вот, понимаете, мы стоим одной ногой. То есть, вот здесь 13-й, 14-й, 15-й это освоение рынка транспортных систем. Новые технологии, вывод новых технологий, технологических проектов и так далее, которые сопряжены с основной технологией. Но, еще не говорили об этом, но вынуждены говорить, потому что многие растут отсюда. вывод акций на IPO. Это очень важный процесс и его надо вот здесь уже начинать. Он начинается уже здесь и отсюда мы обязаны сделать целый ряд изменений, о которых, к сожалению, не думали основательно. Вот. И вот отсюда начинается следующее. Следующая картинка. Значит, смотрите, у нас до сих пор существовал, и в прошлый раз я вам рисовал, если вы помните, это модифицировано одна схема прошлых, да. Тут я, правда, приводил пример двух площадок, а тут просто инвесторы, то есть сковей, капитал как платформа, неважно, сюда можно кого хочешь поставить, более-менее это то же самое, но все-таки мы есть платформа, а кто-то там есть тот, кто он и есть, да, потому что там торгуют всем, чем не угодно. Вот. Инвесторы кредитуют процесс, эта компания является агентом и гарантом для Евразии НРСК отделяется и в данном случае внутренние акции фиксируются. Это один процесс, вот, но в данной ситуации отделяется, если у нас входит крупный стратегический инвестор, там на десятки миллионов, если не на сотни миллионов, скорее всего это речь идет до сотни миллионов, да, вот, то он ни в коем случае, даже запаха не должно быть того, что он как-то инвестирует. Это даже физически невозможно сделать, он может только напрямую делать, но у каждого стратегического инвестора, крупного стратегического инвестора, есть финансовый надзор за его, как бы, блюдут его банки, блюдут его финансовая инспекция, и это еще не значит, что у него там уйма чертова ступа денег, извиняюсь, и он может ей раскидываться. Не-не-не, будьте спокойны, тут сейчас много процессов по Европе идет, люди там стреляются и так далее, за отмывку, за перегонку денег и так далее, поэтому у нас должно быть все корректно и чисто. Стратегический инвестор может прямо целевую инвестицию в глобал транспорт инвестор. И это никаким образом, ни с каким Skyway процессом не должно быть связано, причем я уверен достаточно сильно, что сама технология тоже будет переименована. Даже где-то в источниках информации РСВ и на Skyway головной компании у Анатолия Городовича Веницкого проскочила, прошла информация, что переименовывается много что, вот, разберемся, уточним и доложим. Вот, это все связано именно с этим, что технология, здесь есть опционный договор на акции Евразии Нарелского системы плюс Global Transport Инвестор или какие-то одни из них, да, резервные акции и так далее, потому что это опционный договор может быть, тут много вариантов может быть, дорогие друзья, давайте не будем вдаваться в подробности, важно то, что настало время, то есть стратегическое время, когда процессы надо разделить. И это требует корректного использования названий Skyway. Почему? Потому что значит возник целый ряд внешних всем ясно, что технология состоятельной может использоваться в развитии транспортных сообщений. Владелец технологии компании Global Transport Investment и Евразия обязаны готовить выход на IPO, о котором я уже показывал. Поэтому настал период введения стратегических инвесторов. Все, но для этого надо быть готовым. В период по 13 этап было важно ясно связывать название инвестиционной транспортной технологии Skyway со Skyway именно для сокращения названий. вплоть до того, что СВ или Skyway двух слов, чтобы понятно. Вот технология Skyway. Все, дорогие друзья, этот период заканчивается. Почему? Потому, что в мире вот только что сегодня разбирался с утра во Вьетнаме в телевидении выскочила информация там чуть ли не три или четыре минуты уделили вниманию и полоскали Skyway. Просто Skyway. Говорят, что это пирамида во Вьетнаме развивается. Откуда ноги растут? А как откуда? Даже три раза не надо догадываться. У нас там очень сильно мы наступили на хвост или на ногу или еще на что-то. Значит, тем, кто пытались и пытаются еще сейчас очень мощно во Вьетнаме втюхивать свои канатные дороги для ПАГа. Там уже есть что-то сделано еще как бы и мы этим сильно наступаем на их рынок. Естественно, поступила информация, собрали все, что не попадя, а финансовые инспекции любой страны безразлично. Если поступила информация, значит, им надо отреагировать. Вот они отреагировали, использовали телевидение, не разбираясь, просто Skyway. Кто чего с ВИК вмиг, Skyway Capital, кто чего там делал в этом во Вьетнаме, им безразлично. Они однозначно сказали, что Skyway это плохо, это пирамида, все. Сейчас что мы делаем? Я сегодня полдня сидел, завтра будем еще делать, мы будем со своей стороны, что у нас инвесторы оттуда как бы с нами общаются, спрашивают, что нам делать, как дальше действовать. будем письмо писать в финансовую инспекцию, разъяснять, иначе никак, потому что объясняли мы в Австре, объясняли в Бельгии, объясняли в Польше, приходится объяснять, ничего страшного, но надо еще объяснять и нашим партнерам. Так что мы пришли к тому, дорогие друзья, моменту, когда абсолютно в мировой прессе по подавляющим большинстве источников информации в период от 12 до 36 месяцев перед проведением или скажем, ну да, перед проведением или началом проведения, извиняюсь, перед IPO, да, объявлением IPO должна быть полная чистота от имени Скайбей или самого имени Скайбей, его, то есть никакого полоскания не должно быть, а это накладывают очень большие, очень трудные обязательства на нас, на всех. Это значит, что использование может быть только владельцей технологии и то очень осторожно, ибо там тоже можно очень сильно, извиняюсь, споткнуться и заплатить немаленькие штрафы, потому что инвестор, который сотни миллионов отсюда вводит, он будет очень осторожным и, скажем, с одной стороны будет цепляться за каждую ошибку. Почему? Потому что это выгодно. В бизнес-мире это очень выгодно и будет отжимать для себя лучшие условия. Вот и все. Это самое простое. Поэтому акции, чтобы вывести на биржу IPO, начался этот процесс. Все. То есть, кто задает вопрос, когда будем выходить, вот уже первые знаки того, что мы туда выходим. А как, что, кто будет называться, ну там все остальные сами скажут, а мы объявим сами, как только мы четко определимся, что, где нам здесь надо изменить. Понятно, да? Но одно я могу сегодня точно сказать. Изменить нужно и больше Skyway само как. Технологию не называть и нигде в беседах не использовать. это я могу точно сказать. Будет купить токены в личном кабинете. Думаю, что это можно будет, это можно будет, это можно будет сделать навряд ли. Вот, потому что, потому что это платформа и только на платформе это можно будет делать. по крайней мере я так думаю. Можно ли там, может быть какое-то сопряжение, но тогда надо Skyway SVK, теперь SVC, вернее, надо квалифицироваться, там скорее всего будет как-то. Не задумывался и не задавал вопрос, не могу вам точно ответить, извиняюсь, Владимир Алексеевич. Так, что я вам еще хотел, дорогие друзья, сегодня сказать, это следующее. То есть, понятно, да, что этот процесс, этот процесс идет сейчас разделение и мы переходим. Еще пояснение письменное буду по этому поводу. Поэтому здесь я сегодня не готов более точно вам это пояснять. И последнее. Значит, чтобы вы понимали, я здесь не говорю о выгодах каких-то в сотни раз, там, и в сотни процентов. Я говорю о росте, о том, как я или как мой инвестор, мой товарищ, как он говорил, он, значит, прикинул, у него там немножко другие суммы, но для понимания я сделал, как бы, круглые цифры. Вот. Во сколько раз его капитализация, его инвестиции в разах, значит, изменилась по сравнению с 2015 годом. Ничего более. Выгод он никаких как таковых не получил. Это не обещание выгод. Это говорит о том, что процесс идет, реально развивается. Все. Фиксация вклада залога в Евразии на эти моменты. Это говорит о том, что капитализируется, и это один из моментов. Поэтапно. Я прибавил сюда еще один столбец, чтобы вы понимали, и чтобы не обвиняли меня в каких-то там, значит, ложных, как там, вот во Вьетнаме показали, где я там показываю, вот этот самый, даже видео показали, там, продон, в Вьетнамском телевидении. Я извиняюсь, то есть я звезда вьетнамского экрана. Вот. И здесь, значит, смотрите, еще капитализация, кроме того, что расчетно, есть реальная, кроме того, что за этой капитализацией стоит, это же не просто так цифры меняются. Кто-то захотел, там, Юницкий, и придумал, или там Маслов, или бог знает, кто там, Кэпитал, еще где-то. Нет, это здесь только была в пятнадцатом году технология. Все, начался процесс технологии, но капитализация была, она была оценена, оценена при условии, что она выведена на мировой рынок, и начался процесс. Возникли в шестнадцатом году уже какие-то сооружения, как от технопарка. В конце 2016 года пробежал первый Юнибайк. Юницкий обнимал его, говорил, что это мой ребенок практически, сорокалетней деятельности. Далее, в семнадцатом году капитализация пошла дальше. Я только кое-что здесь, общими такими мазками. Прирост эко-технопарка, там много трасс появилось, значительно больше. Появилось оборудование, на котором стали выпускать мотор-колесо, и оборудование сначала, это были простенькие такие формы, в которых делали, лили первые, как бы, детали Юнибера, средства передвижения, так, лицензии на использование программного обеспечения и различных средств информационных. Далее, в восемнадцатом году, они уже в семнадцатом появились, но в восемнадцатом четко оформились, капитализировалось, процесс этот, капитализировал, появились здания, здания, которые купили для офиса, до этого оно арендовалось, и просто в расходе было, да, то есть оно не было в активах. Здания, сооружения, производственные здания, сооружения на различных, там, для различных средств, оборудования много стали закупать, производить надо, надо быть готовыми производить, как обещалось, там, до десяти тысяч юнипусов, условно говоря, средств в год, вот, предполагалось, но пока этого не надо, но база подготавливается шаг за шагом. Сегодня не надо производить десять тысяч, но все для того, чтобы очень быстро развернуть, это производство делается и делается. Сертификаты появились, это тоже, извините, меня очень сильно капитализация, и поэтому здесь идет изменение. Далее, прирост активов, вот где выгоды. Посмотрите, это видно, значит, в балансе за 2018 год. Основная компания, за которой все это стоит, это ЗАО «Струнные технологии», и она тоже свое название изменила, кстати. О ней там шла речь, тоже в этом, в РСВ, и, по-моему, в общем чате информационно. Прирост активов очень большой, я это неоднократно здесь тоже показывал, что уже больше 50 миллионов, это только активы по балансу. Производственные помещения, производства появились, опытные производства, здания расширились, введено в этом году, в августе, по-моему, было новое здание, производственные площадей, куда переезжает, значит, металлообработка, механообработка металла, металлоконструкции, перебирается сюда, там остается сборка и что-то там еще. Экотехнопарк и инновационный парк в Шарже, это что же капитализация, дорогие друзья, и в конечном итоге, в результате 14-15, проекты строительства, это чистейшая капитализация, они есть, но они пока в разных стадиях, пока мы реально, кроме как в экотехнопарке, еще условно говоря, ну скажем так, трактором не строим, или лопаты не копаем. Доля рынка, это капитализация, это Skyway Global Token. Я их здесь в 19-й год не занес, потому что, ну пока они внутренние, и поэтому их не имеют. Но в 20-м году, в 20-м году, дорогие друзья, они будут очень мощно уже начинать работать. Но для этого надо еще поработать. И, кстати, с этими токенами тоже там есть момент, где надо учитывать вот эту вещь, о которой мы говорили. Об этом мы до сих пор не говорили, потому что это и на токены тоже, кстати, или не кстати, влияет. И это надо тоже учитывать. Поэтому здесь, здесь вот такие вот дела. Ну а это старая история. Поэтому я практически все, что хотел вам рассказал. Вот, значит, вопросов пока, когда можно будет купить токены, больше кузнецов нету. Значит, если вопросов нет, или есть. Сейчас я посмотрю, там выше не было вопросов. Прошла информация по чатам о смене названия, это я уже коротко сказал. Ну и нет больше, друзья, вопросов. Поэтому я желаю вам всем быть устойчивыми, беречь свое здоровье, здоровье близких, бречь людей. Наступает очень тяжелое, наступило, наступило очень тяжелое время во всех отношениях. Не только тут у нас сложные процессы идут, и различные этапы перехода с одной фазы в другую. Это всегда непросто. Вот. Идут влияния там. И в целом, смотрите, что будет в ближайшее время вообще финансы, банковской финансовой системе. Они все стоят уже, ну, по самой уши в кризисе. Вот. И дай Бог, чтобы он разразился, скажем так, не очень больно для всех нас с вами. Поэтому инвестирование или процесс инвестирования это самое надежное средство в данном случае, скажем так, спасения того, что ну, не все там, но какую-то часть определенную надо спасать. Поэтому мы не знаем, как пройдет. Мы не можем четко спрогнозировать, хотя там разные прогнозы по интернету гуляют, но могу четко сказать, что есть так называемые законы статистики. Вот, на них опирайтесь и исходя из этого как минимум 20% куда-нибудь отложите, потому что они потом дадут вам 80% эффекта. Если у вас есть 1200, отложите, 800 оставьте, понятно, да? Или отложите и вложите. Понятно? То есть вот такие мои пожелания. Желаю всего доброго и до скорых встреч. Впереди много поездок. Я могу вам доложить, что у меня, значит, мы готовимся с Францишком Соларом к поездке в Нигерию. Для этого я должен визу получить. Значит, в начале декабря будет в Нигерии конференция. Там тоже все непросто. Но тем не менее, процесс идет, люди заинтересованы и мы являемся именно вот, скажем, проводниками возможностей. Это очень важно. То же самое, вернувшись на один день из Нигерии, сразу мы с Францишком и может быть к нам присоединится еще Инета Анжана, мы улетим во Вьетнам. Там несколько процессов. там мы будем конкретно рассказывать заинтересованных технологий нескольким компаниям. Ну и естественно тоже будет конференция и будем может быть удастся сходить в финансовую инспекцию передать устно передать письмо и устно дать комментарий там по поводу того, что наехали на Скайвей. В целом на Скайвей. Вот. Ну прозвучало или использовало наши материалы. Такова история, друзья. До скорых встреч. Всего доброго. Спасибо всем. Субтитры сделал DimaTorzok